Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это начало очередного ФФА-сериала Сидмерс Цивилизейшн 5. Правда, на этот раз он будет отличаться необычной дипломатией. Мне подсказали такую формулу в одном из комментариев к прошлым ФФА-сериалам, и я её немножко доработал. Во-первых, как всегда, мы общаемся голосом на сервере Дискорда, но в этот раз, пока вы не откроете письменность, вы не имеете права включать ваш микрофон и наушники. То есть считается, что вы не умеете писать, и, соответственно, не понимаете другие нации, не можете с ними никак общаться. Как только письменность будет открыта, вы можете включить наушники и включить ваш микрофон. Во-вторых, обращаться и вести переговоры вы можете только с теми игроками, которых вы реально встретили. И тем более вы не имеете права узнавать, что там у тех, кого вы не встретили. Кроме того, тут нельзя рассказывать о том, что происходит на карте, если вы эту карту не видите, то есть вы тут обязаны именно своими скаутами всё исследовать, и никто из игроков не может кричать на весь чат, что вот там кто-то нашёл Альдорадо, давайте все на него нападём. Нет, вы видите только то, что увидели ваши скауты, и ничего более. Нельзя это другим игрокам сообщать. Ну и последнее, тут будет разрешён приват, но только с теми игроками, в столице которых сидит ваш шпион. Если, например, кто-то вам пишет в приват, это значит, что в вашей столице сидит его шпион, но если ваш шпион в его столице не сидит, то вы ему отметить не сможете. Либо отвечайте вот напрямую, чтобы все слышали. Голосом. Вот такие необычные дипломатические правила, всё остальное довольно стандартно. Карта Пангея на шестерых, я играю за майя. Прошу воздержаться от бессодержательных спойлеров и, конечно же, от оскорблений игроков. Приятного просмотра. Ну что, некоторое время, значит, мы не будем общаться до открытия письменности. Нельзя ничего не говорить, не писать в чате и прочее, прочее. Так что, некоторое время вы в тишине, ну как, меня будете слушать. А так, некоторое время только я буду что-то говорить и рассказывать. Несколько, наверное, десяток ходов. Так, что у нас с местностью? О, у меня такое необычное место, конечно. Получается. Я бы, видимо, не уходил отсюда. Тут куча продукции. Единственное, с едой не очень, но место, по-моему, офигительное. Такое с горами. Вот тут второй, например, город можно было бы ставить. Так что я... Ну, ещё и овцы есть. Единственное, вот с едой пока вначале не очень будет. Ну, точнее как, с едой нормально. Хотелось бы и расти, но сейчас попробую открыть лошадей. Может, где-то тут... Может, вот здесь они появятся. Тогда будет и еда, и производство. О, руинки. Петра, ну, Петра тут просто средняя будет. Не сказать, что вообще стоит за ней гнаться. Хотя вот эти вот клетки тогда у меня немусорными станут хотя бы. Можно будет использовать. Но лететь ради них там, знаете, быстро, вот, висячие сады, вот это вот всё, я думаю, не стоит. Пока всё. Ну и, видите, сейчас посидим в тишине некоторое время. До открытия письменности я ни с кем общаться не... Ну, вообще не могу общаться. А потом смогу общаться только с теми, кого я встретил. Да, ну, тут пока место выглядит не очень, кстати. Да, река, да, горы, но слишком много гор. И нету никаких ресурсов особых. То есть будут мусорные клетки просто вокруг города, и всё. Хорошо, надо вот тут исследовать. У меня такое ощущение, что там много гор будет. Пока только одна руинка, к сожалению, и дала она фигню мне, по моему мнению. Ну, тут, кстати, интересное место. Жалко, что гор нету, правда. Рядом. Неплохо было бы с руиной взять гончарное дело, например. Ну, чтобы сразу моя пирамидка была мне доступна для строительства. Ну, а сразу три населения. Вот это моя любимая руина, особенно, когда в момент... Да я, пожалуй, вот так и оставлю. Отлично. Блин, что-то реально руин вокруг дофига. 80 золота. Ну, не знаю, не видно, что какие-то клетки я хотел купить. Очень прям сильно. Чёрно, блин. Как-то... Как-то мне тут всё жирно, конечно. Так, ага, вот лошади. Вот какую я клетку хочу купить. Отличненько. Да, пожалуй, гончарное дело надо открывать. Чёрно, а вот, вот где город надо ставить. И надо брать пантеон на медь. Сейчас посмотрим. Ну, под горой, видите, наверное, вообще прям на свиней. Например. Так, куда мне? Блин, гончарное дело открыл. Блин, потому что я уже пару ходов открывал, поэтому... Нет, давайте майнинг. А этим скаутом, пожалуй, сюда побежим. Да, ну, выглядит пока... Начало у меня шикарное. О, опнул ещё и копьё. Так, а нафига я этот строю монумент? Давайте... Сетлера сразу. Главное потом не забыть переключиться, как всегда. Боже, что-то у меня с руинами вообще... Правда, вот первая только ГГшка при этом. Да, я её первый нашёл. Так, ну, тут копьём исследуем, а... Скаутом сюда побежим. Опять Венеция рядом. О, культуру взял. О, культуру взял. Да, ну, тут прям сам Бог велит через традицию пока играть. Ну, вы, наверное, не видели начало, первый раз, когда мы начинали, потому что там проблемы начались с игрой, мы заново начали, но... Опять, у меня там тоже рядом было... Я первый нашёл Венецию именно. Ну, вот нету смысла тут город ставить никак вообще. Не очень тут места. А, во где Венеция. Слушайте, так он недалеко. Он совсем недалеко. Вот, то есть у него, может быть, этот траж... Его... Ну, он в традицию пока пошёл. Его... Ну, он может использовать Великого Торговца, чтобы апнуть лучников в метка луков и захватить меня. Я бы не сказал, что тут прям далеко ему идти. Да, я буду на свиней ставить второй город. К сожалению, вот не дотягивается до оленей. Чуть-чуть. Так, сколько там? Пять ходов. Пока схожусь. О, тут ГГшка. Но я не думаю, что он мне тут будет мешать поставить город. А, кстати, сейчас я к ней подойду, может, дань возьму. Нет, к сожалению, нет. Я не первый по армии, да? Так, майнинг открыли. Давайте к календарю. Так, ну, с варварами тут пускай сам венецианец разбирается. Ну, не знаю, вот тут ещё под эту гору можно город бахнуть. Конечно, можно было бы на реке, но это слишком в морду венецианцу. А вот сюда, если поставить, то ему будет тяжело, например, его... Так. Где тут от меди? Главное не забыть переключить с строительства поселенца, когда время придёт. О, блин, тут вообще горы. Так, стоп, а мне квебек не мешает? Раз, два, три. Нет, не мешает. Как раз на свинок ставлю. Всё норм. Так, пора возвращаться. Еды 12. Ну, смотрите, у него двое лошадей. Кстати, он вполне может колясками попробовать вот тут пройти. И на меня напасть. С другой стороны, я тоже могу попробовать колясками на него напасть. Не, ну это напряжно. Что ему, что мне. Как мне кажется. Так, пока никто не открыл литературу, поэтому никто не общается. Никто ни с кем поговорить не может. Так, следующим ходом главное переключить поленки на рост. Так, сахар. Медь. Слушайте, а давайте-ка мы пирамиды для начала построим. Я же и так взял культурку в руине нашёл. Ага, Монако уже кто-то встретил с той стороны. Может, пойти с этим лагерем попробовать разобраться. Может, там кто-нибудь спёр уже у ГГшки рабочего, у КВБК. Так, я бы забрал себе. Мне вообще-то кажется, что тут тоже кто-то есть. И там вот венецианец в ту сторону пошёл. То есть я не единственный его сосед. Так, надо ещё посмотреть. Давайте обработку железа посмотреть, что там за пантеоны взяли на лодке. Кстати, не венецианец ли? Да нет. Я, кстати, не посмотрел, кто на воде ещё город поставил. Венецианец точно на воде? Так, на КВБК, по-моему, ещё рабочего даже не делал. Давайте, наверное, рабочего после монумента. Хотя, сколько нам... Нет, я всё-таки монумент тут дострою. У меня тут бесплатный амфитеатр тогда. Жалко. Блин. Постою-ка я тут в защите пока. Слишком много варваров. Ну, я считаю, это лучшее место. Отличное место для города. Третье можно будет тут поставить. Ну, вот тут, как я говорил, под горой, например. Тут четвёртый. То есть у меня, в принципе, места для городов есть. В четыре города вполне можно играть. К сожалению, четвёртый не под горой будет. Но это вполне нормальное место. Даже, наверное, вот на месте варварского лагеря. Почему нет? Так, мне не добавилось счастья пока от свинок, потому что я не открыл охоту. Нет, пирамиды. Так, и тизер, по-моему, уже засоюзил какую-то... Нет. Открышу, у него столько очков тогда. Еды, кстати, немерено. Для одного-то города. Взял на защиту со своими рубежами. Не, нормально я город поставил. Да, тут четвёртый... Не знаю, тут третий, тут четвёртый. Или наоборот, я ещё подумаю. Просто здесь более сейфово, если хотите. Более безопасно. То есть у меня будет такой треугольник из городов. Который я буду развивать. А потом уже четвёртый тут... Я уверен, что тут никто не будет ничего вставить. А если кто-нибудь поставит, то, по-моему, мной забирается всё только в путь. Так, я смотрю, уже двое игроков. Да, вот видите, венецианец уже вышел в... Письменность. И немец, Lucky Loser, тоже вышел в письменность. Просто вижу, что они уже отключили заглушку в Дискорде и могут общаться между собой. Начали общаться. Не знаю, между ли собой. В принципе. Так, бронсворкинг. Ну, в принципе, имеет смысл пойти в математику и всё-таки... Так, давайте сначала охоту откроем. И всё-таки Петру попробовать построить. Ну, блин, тут какие горы. Я тогда, пожалуй, сюда пойду скаутом. А вот и Рабочий. Куда, интересно, Монако пойдёт? Я думаю, вот сюда. И я тут сейчас сопру его. Блин, нужно переключить. Я точно угадал, что тут долбят меня варвары. Ну, нет смысла расти. Видите, у меня ноль счастья. То есть, у меня просто некуда расти. У меня нет? У меня нет. Я думаю, кстати, венецианец и библиотеку явно строит великую. То есть он не просто так вышел в письменность. Ну, просто у меня уникальное здание, которое мне науку дает. Поэтому я могу с письменностью погодить, немножко на другом сосредоточиться. Кстати, венецианец еще и висячие сады вполне может себе. Ну, пока никто не вышел в классическую эру, но... Блин. Тут варвары не очень в тему. Да и здесь варвары не очень в тему. Суса встанет на медь, будет очень не фонтан. А тут я на себя отвлекаю огонь, пускай они меня атакуют. Вот. Он выстоит. Если что, можно всегда под квбек отступить. О, еще один пантеон. А вот это, скорее всего, Венеция взяла. Нет. Вот. Вот. Кто ж там... Неужели у кого-то Петра прям кто-то будет сейчас... Прям даже интересно, кто это... Видите, сейчас не обсудить, потому что, ну, собственно, для этого правила и сделано. Чтобы никто никому не говорил, кто это взял такой пантеон, а что делать, а зачем он взял, у нее там Петра, наверное. Вот это вот. Надо исследовать территорию. Блин. Блин, блин, блин. Блин. Блин, блин, блин. Блин. Блин, блин, блин. Так, ну, отступлю в Текаль, полечусь. Проблема у меня поленки, что мало еды здесь. Вот откровенно. То есть тут надо стараться, чтобы поленки вырос. А то производство есть. Не знаю, я первый по очкам чего-то. По какой-то причине непонятной. Так, я уже забыл, как тут смотреть очки. Так, я пока вот тут полечусь. Он будет быстрее немножко лечиться, потому что, видите, плюс 5 хп лечение за территорией. Этот тоже полечится. Слушайте, а давайте я отступлю, чтобы они у КВБК рабочего сперли. То он сейчас КВБК пойдет на лисиц обрабатывать. И, скорее всего, варвара заберет. Потому что ГГшки ходят в конце хода, а варвары в начале. Поэтому они идти впереди тут. Да, блин, блин. Плюс получил. Так как открыл охоту, то стали свинки обрабатываться. Соответственно, пускай текаль вырастет. Давайте сохраним на пророка. Никто, кстати, не брал пантеон на религию. То есть у меня, по идее. Да. Я, блин, этот провидец. Так. 14,3. А вот так. 7,3. Отлично. Ну, вот сейчас он не должен... Тут и через речку, и защита у меня, благодаря этому, плюс 25% сверху. Так что... Да, вот теперь амбар строим. Надо подрастить. Или, блин, посила еще одного лучше. Ну, сразу поставить уже все. Три города. Вот тут. Да, наверное, посила. Что тут откладывать? Тем более у меня такое хорошее место для убыстрения посила. Я и деньги получаю, и веру. Вот, пибла. Нет. Я ставлю себе. Блин. Не... Судя по всему, не венецианец. Да. А... Кто? Lucky loser, походу, немец. А, ну да. Тут только два человека в библиотеки вышли. Венецианец... А, венецианец взял пансион на... Нет. Я не буду... Блях, нет. Поатакую все-таки. Знаете что? Пойду сюда скаутом. Надо этого рабочего провести. Я еще... Будет у меня время тут все разведать. Это не проблема. А вот рабочего надо... Привести к текалю. Что за гол? О чем речь? А, наверное, кубок конфедерации смотрит. Отлично. Они еще и копьем ее не атакуют. Это здорово. Так... Варваров нету. Ну, поведу сюда скаута. Тоже поставлю в текали, чтобы он лечился. Этим спокойно доведу сейчас рабочего. Ну, квант еще вышел в библиотеке. Ну, то бишь... Швед. Швед в библиотеках. Амбар. Караван. Чтобы истекали в поленке бегу. Блин. Мне очень хорошо, что он тут меня... Давайте, наверное, еду. Хотя... Я скоро город поставлю. Нет. Счастья. Больше 0. Да, интересно, что тут, конечно. Интересно, что тут. Но для начала надо свои города поставить, а потом уже... В принципе, я, конечно, могу город вот тут. То есть, мне хватает раз-два-три. Раз-два-три. Вот, типа, под горой будет. Но... Мне кажется, это не такое классное место. Хотя... Слушайте, я сейчас еще подумаю. У меня 4 хода есть. Может быть, стоит вот сюда прям на медь поставить город. Он и на реке, и на меди будет стоять. То есть, в принципе, очень неплохой вариант. Блин, ну фига он меня окружает, этот долбанный варвар. Ну что, мы спасемся. Мы спасемся. Так, еще счастье появилось. Блин, наверное, надо было все-таки на еду брать. Я вот сейчас думаю. Так, сейчас лошадей обработаю, потом сахар. Ну и кто-то у кого-то даже больше производства чем... Ну, у меня, правда, 3,2 жителя всего-то. Я вон предпоследний по населению. Потому что не все так хорошо. Да, блин. Утомительные варвары, конечно. Ну, хорошо, что не к столице, с другой стороны. Блин, а вот как мне теперь посело туда везти? Их город ставить. Не очень понятно. Люди, кстати, по-моему, третьи города. Ну, вообще нет. Лаки Лузер нет. Это у него больше очков за счет чуда. А вот швед, скорее всего, поставил третий город. Ну вот, и... Кто тут вездеOkay. ? Х美 hence. Так, ну удачно, я конечно хотел к столице провести рабочего и сахар обработать. Варвары мне не дали это сделать, к сожалению. Так, надо не забыть следующим ходом отключить производство. Там опять потеряю жителей. Ну, вот то, что я вижу, это как бы у Венеции вроде ничего так. Хотя холмов никаких не видно, правда, с другой стороны. Ну, я вот тут хочу поставить, наверное. Было бы неплохо прямо на варварский лагерь ставить, честно говоря. Типа повыше, побольше забрать всего. Ну, посмотрим. Так. Да, надо было на еду брать в традиции. О, квбеку убил. Отлично. А, не убил, я там сюда перешел. Но это все очень здорово. Ну, пирамиды кто-то. Кто-то в волю идет. Сириус в волю, похоже. Так, текаль троечка. Ну, и пока на этом размере и остановимся. Через реку варвар будет атаковать. Тем более, скаут стоит. Ну, он его точно не убьет, но серьезно может поранить. Ну, я думаю, что я следующим ходом добью текалем, копьем, а потом копьем сюда пойду и попробую этот лагерь убить. Ну, да, проатаковал, кстати. Даже нет. Даже не серьезно поранил. Так. Слегонца. Блин, а что-то копий тут много так у варваров, я не понимаю. Они теперь по копиям специализируются. Что-то ко мне никто не приходит. Ну, кто-то с той стороны явно, что кто-то Монако нашел. Ну, почему он ко мне не приходит? Ну, или сверху, я не знаю. Конечно, хочется поставить больше вот на месте варваровского лагеря. Я знаю, что я до сахара не дотянусь. Типа, может, еще выше. Но нет. Нет. Хотя, может, на этот холм действительно. Но тогда до пшеницы не дотягиваюсь. Я не думаю, что в данном случае сахар важнее, чем вот рост. Все-таки, все-таки тут. Да, неплохо, кстати, бы конюшни открыть и построить. Так, только я и Сириус еще письменность не открыли. Забавно. Ну, мне письменность не нужна. Ну, как бы, она нужна мне. Но пока у меня есть мое уникальное здание, я могу некоторое время, то есть вот в этом плюс мая, что я некоторое время могу обойтись без библиотек и потратить там производство на что-то другое. Копье варварское убилось аптекаль. Даже не апскаута. А, нет апскаута. Это вот это копье аптекаль. Начинаете, прокачаю его полностью на защиту. Будет такой мощный у меня чувак. Так, пойду скаутом, чтобы тоже атаковать этот лагерь. Обойду. Это вот этот все лагерь спамит копья, которые тут у Квебека явно еще рабочего украли. Надо будет сходить проверить, кстати. Так, еда, еда. Вот надо будет караван из текаля в поленки отправлять, тут иначе его не отъесть просто. Тут очень мало клеток на еду, к сожалению. Так, ну вот, три города. Будет нацколлиж из этих трех городов, потом ставлю четвертый здесь. И я думаю, вполне. Все очень неплохо. Бояться атаки метколуков фенецианских не стоит. Так. Давайте-ка мы тут лучше караван будем строить, а здесь висячие сады. Нет, как-то долго 19 ходов. Пожалуй, нет. Я помню, что я хотел тут, типа, у горы, на медь. Но я думаю, что здесь поставить четвертый город. Не здесь четвертый город, а здесь. Ну, блин, как-то вот мне вот это место меньше нравится чем-то. Я понимаю, что тут у горы, но третий город же у горы, не второй. Я не думаю, что... Важно, что вот столица у горы, да. Второй город неплохой у горы. Тут и еда будет, то есть они будут отъедаться неплохо. Здесь еще две реки утекали. Блин, ну вот... Не в тему тут, конечно, появился. Копье не в тему. Знаете, мне придется... Придется постоять. Возможно, убьют скаута. По той простой причине, если я отойду, то это копье может сразу мое копье атаковать. Хотя, если они оба проатакуют, то я смогу забрать этот лагерь и... О, блин. Приперлась. Ай, приперся. Лук. О, у меня как раз ап будет у копья. То есть, по идее, вот этот лагерь следующим уходом без проблем берется. Но, скорее всего, ценой потери скаута. Хотя, если скаута не убьют, то у скаута лечил как раз будет. А этот скаут сейчас сюда пойдет, будет тут мимо варваров пробегать. Да, не убили. Отлично. Так, здесь мы лечение берем. Так, ну это-то уже Венеция построила. Нет, ничего себе. Ну да, еще. Это-то же не Венеция на лодке брала. Так, и... Так. О, уже сперт рабочий у Женевы явно. Тоже себе заберу. А куда меткалук? Ой, не меткалук. Обычный лучник куда делся. Так. Ну, а я не открыл обработку камня. Блин, надо было тогда на корову идти. Вообще, надо с этим лагерем разбираться, потому что я сейчас пущу караван, и тут ребята будут периодически ко мне приходить, конечно. Так, у меня уже давно должен быть пророк. О, у Квебека что? Оказывается, есть. А он молчит, ничего нам не говорит. Понимаете, этот сахар, он в четвертом радиусе, как и эта медь. Оно все равно городом вполне может присоединиться. Ну так, чего вот тут Венеция стоит, чего спешить? Я, наверное, пагоды сначала возьму. Сначала пагоды, а потом уже производство. У меня просто очень большие сомнения, что кто-то, кроме меня, еще религию вообще будет основывать. Так, нет, не пойду я вперед. Я, пожалуй... Так, пока в защиту встану. Блин, а что я не переключил? Прошлым ходом стоял варвар на этих коровах. Я же мог купить тогда клетку и переключить. Так, пожалуй, откроем сейлинг. Потом уже письменности. Каменную кладку. Ну, просто у меня счастья пока достаточно, чтобы не спешить с мрамором. А вот там еще бы один караван не помешал в столицу. Ну вот, блин, видите? Вот и варвары, которые сейчас будут вмешаться. Известный майянский. Иудаизм. Так, и беру пагоды. Блин, где они? Просто сейчас производство не будет так круто работать. Я знаю, что и пагоды не будут работать. Но я просто не хочу пагоды никому отдать. Производство, ну... Блин. Вот бы сейчас это копье не убило варвара, я бы забрал рабочего. Я же не винят, да? Себе оставлю. Ну, нет, не убивай, пожалуйста. Фуф. Еще вот этот появился. Это вообще здорово. Вы знаете, а я сейчас оставлю этого рабочего, пускай он его захватывает. Пока он его будет везти, я этого топора поубиваю. Я, к сожалению, не могу пока отправить караван, потому что этот нехороший человек там стоит. Блин. Вот этот лук тут прогулялся и сюда... А, вот откуда они, наверное, прутся. Не очень хорошо, конечно. Ну, судя по тому, что никто особо в деньги не бежал. Ну, ни у кого никакой супер Петры нету, так что я, наверное, просто спокойно ее построю и все. Блин, он все-таки забрал этого рабочего. Нехороший. Ну, это его рабочий, в принципе. Это же рабочий Женевы. Почему бы ей и не забрать, да? Так, знаете, что я возьму на аристократию, чтобы быстрее чудеса строились. Куда-то лук пошел гулять. Я вот не помню, кстати, вот я сейчас запущен, пройдет две клетки. Варвар сюда встанет, но разграбить он не сможет. Но автоматически не разграбится ли караван? В общем, я не буду рисковать пока. Еще один ход пропустим. Блин, он не туда встал, куда я думал. Теперь можно караван запустить. Может, юнитов подстроить? Или, может, Стоунхендж? Вера-то не помешает. Да и очки великого инженера будут капать. Блин. О, тут варвар еще с той стороны все грабит у Женевы. Интересная карта. Есть еще возможность сюда поставить город, кстати, на реке. Тоже как вариант. Разграбили лошадей. Not good. Блин, столько рабочих уже не было вообще. Нафига настолько настругало. Я сейчас начал Стоунхендж, но я переключусь. Когда открою силинг, караван построю. Блин, он сейчас еще может на медь встать, мне ее разграбить. Ушел. Интересно. Пойдем тогда чинить лошадок. Так, а кто ковлос построил, интересно. Ну, это хоть Венеция построила. Да. Ковлос построила Венеция. Какие интересные места вообще. Ну, Ханою кто-то нашел уже. Что, Ханою не нравится вот этот лагерь? То есть вот этот, который ближе к тебе норм, а который ближе к Монако тебе не нравится, да? Ясно. Ясно. Так, ну, вроде прогрузились. Знаете, я не против, если он захватит этого рабочего. Вообще не против. Так, пожалуй, вот эту клетку с пшеницей купить. Пускай растет. Нет. Пускай мне уже надо быстрее амбар строить. О, блин. Слушай, ну, такое шикарное место вообще, если тут город ставить. Португалец. О, португалец. Наверное, там с той стороны португалец как раз тусит. Ну, не сверху же он пришел, явно вот отсюда. Через два хода наконец смогу поговорить. О, он забрал моего рабочего. Блин, висячие сады кто-то построил. Португалец. Великий маяк. Да, тут такая миг. Слушайте, ну тут вообще вот это был бы очень такой неплохой город, если бы его отъедать можно было. Да, жалко. Караван 5 ходов. Амбар 10. Нормально. Тут еще город вырастет. Я вот сейчас еще производство здесь сделаю. Как раз запустим в поленки. Да ладно. Кто там так... Кто-то очень быстро, кстати, Петру построил. просто очень быстро. То есть я вышел в нее, ну, раньше всех. А, стоп. Я, может, и не раньше всех вышел. Я ж вижу стоимость технологий только тех, кого я встретил. Ну и ладно. Так, я могу говорить. Играть в развитие, а здесь лаки. Я приветствую досточтимого дожи Венеции и красавицу королеву Португалии. Привет. Кстати, другие молчат, что злёшь. Ну, я только сейчас смог. Только сейчас индейцы и майя научились общаться с другими народами. Моянцы не спешили в письменность, да? Ну, это какая-то казалось каким-то бесовской, бесовской приблудой, вот эти закорючки какие-то. Мы с презрением смотрели на народы, которые уже корябали палочками по глиняным дощечкам. Ну, вот и сейчас сами что-то накатило. На этом пока всё. Продолжение, надеюсь, появится на канале завтра. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что засырели до конца. Я Лёша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы засырели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом всё. Играйте в умные игры. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok